В нашей студии врач-психотерапевт, автор и соавтор книг, в том числе книги «Самогипноз и активное самовнушение» Сергей Гудков. Сергей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Рада вас видеть в нашей студии. Спасибо. И хочу передать вам благодарность от наших слушателей и зрителей, которые сказали, что ваши советы очень помогают, причём помогают быстро. Вы так понятно всё объясняете. И даже если кто-то вроде бы и делал что-то похожее, то теперь с большим вдохновением это делает после того, как услышал такое подтверждение своих каких-то поступков от вас. По-хорошему психотерапия должна быть понятна клиенту, чтобы это была незаумная конструкция какая-то, которую надо человеку внедрить, несколько лет человек это впитывает, а потом что-то сделает. И чтобы человек пришёл, у меня такой вопрос. Раз, два, решили. Всё. Вот вы уникально этим даром обладаете. Вы так чётко говорите, очень понятно и быстро я по себе знаю. Поэтому я без ложной... Это навык. Это навык. Это не дар. С этим не рождается никто. Мы же рождаемся и говорить не умеем. Но это тренировка. Определённая тренировка. Просто практика, практика. Спасибо. Поэтому без ложного пафоса лучший из лучших психотерапевтов сегодня в нашей студии Сергей Гудков. Телефонный прямой эфир 32. Для некоторых лучший. Дорогой во всех смыслах. Добавлю 32 00 66 и 32 11 66. И я продолжу вам задавать вопросы от наших слушателей и зрителей. И тематика, как построить отношения с собой, как построить отношения с родителями, с детьми. То есть такие разноплановые вопросы, поэтому как-то так разношерстные. Но тем не менее вы как-то умудряетесь на все них быстро ответить. И понятно, правда. Поэтому я прям и времени не буду тратить. Женщина 63 года. Есть дочь взрослая. Растила её одна. Дала ей два высших образования. Стыдно признаться, но я не хочу её отпускать от себя. И если она начинает свою жизнь, я начинаю болеть. И неосознанно манипулировать болячками своими, словно её возвращая. То есть женщина понимает это всё, как справиться не может. И спрашивает, как. Я желаю ей счастья. Ну хорошо, что она сама понимает, что ситуация ненормальна. Потому что у нас подразумевается, что нормальный семейный цикл – это когда дети взрослеют, они уходят в самостоятельную жизнь, образуют пару, ну чаще всего, если у них такая судьба. И своя пара, своя семья становится важнее, чем отношения с родителями, но при этом эмоциональная связь с родителями остаётся. Здесь есть важное указание, почему так происходит. Она растила, её одна. Правильно в вопросе? Да. То есть часто в таких случаях, когда один родитель воспитывает, бывает, что человек создаёт очень большую часть своей идентичности, то есть понимание того, кто я, через родительскую роль. То есть я мама, да, это вот 90%, всё остальное, я как, допустим, женщина, сотрудница и так далее, оно занимает совсем крохотную часть. И поэтому, если дочь начинает самостоятельную жизнь, вот эта часть идентичности оказывается ненужной. Вот она всю жизнь растила, да. Тогда кто я, зачем я, какой смысл жизни? Раз она понимает, что вот эта проблемная часть для сознательной работы, я прямо рекомендую подумать, найти себя в других каких-то ипостасях, да, что если я не так активно выполняю материнскую роль, да, то какие ещё роли в жизни у меня могут быть, в которых я могу, не знаю, жить, чувствовать, проявлять себя с удовольствием, с интересом. Тем более, что, скорее всего, там и бабушкина роль скоро будет, и она опять будет нужна, как человек, который ухаживает за детьми, но только уже немножко в другом качестве. Вот, это раз. И второе, это могут быть какие-то наследственные убеждения, которые часто из поколения в поколение, особенно в нашей стране, когда там мужчины слабы, мужчины не нужны, часто же у женщин это есть, чуть что, всё, мужчины нет, я сама справлюсь. Это так нехорошо. Ну, да, по большому счёту, конечно, нехорошо, это не полезно, но, тем не менее, это есть. У нас же в культуре воспевается, как там женщина, которая всё там в избы горящие заходит, да, всё лошадей останавливает. Нашлют принца. Да. То есть это, может быть, ещё какие-то убеждения по поводу того, как надо проживать жизнь, и вот если она не справляется сознательно с тем, чтобы выстроить, ну, достроить другие части идентичности, тогда полезна личная психотерапия, чтобы разобраться с тем, что сидит очень глубоко, чаще всего из детства, когда это было усвоено некритично, потому что при желании это можно сделать достаточно быстро, очень быстро. Не верьте тому, кто говорит, что психотерапия должна быть долгой, длительной, что только глубокая, качественная. Глубокая может быть быстрым. Важно понимать, что, как делать. Спасибо. Есть ещё вопрос про родителей пожилых. Несколько человек спрашивают. Пожилые родители возраст до 80, взрослые дети спрашивают. Они действительно впадают в детство, и к этому, к их поведению, когда они капризничают или что-то чрезмерное, какое-то внимание к себе требуют, к этому нужно как-то относиться с пониманием, или же всё-таки они притворяются, потому что вот спрашивают такое ощущение, что как будто бы издевается, вот женщина спрашивает, как будто издевается надо мной и моя мама. Ну, мама же, и тяжело. Мама, да. Я предлагаю смотреть на это как на действительно возрастные изменения, которые берут власть над мышлением, над поведением. Действительно, в таком возрасте часто бывают сосудистые изменения, которые меняют восприятие людей. И вот эти вот очень пожилые люди, они не хотят издеваться искренне. Они действительно вот хотят внимания, они забывают что-то, у них эмоциональная неустойчивость, у них мало контроля над какими-то побуждениями, потому что у них есть органические изменения. То есть это состояние, которое они не специально делают. То есть для того, чтобы воспринимать это проще, смотрите на это как вот на явление природы, что это не воля мамы, что я хочу тебя помучать. Нет, это болезнь, это состояние, такое возрастное изменение. То есть мама здесь сознательно ни при чём, бессознательно тоже. То есть здесь нужен уход, поддерживающий медикаментозную терапию. А в тяжёлых случаях, когда совсем невозможно жить, бывает, когда деменция сосудистая, в крайне тяжёлых случаях, бывает, что не хватает сил у детей для того, чтобы ухаживать за родителем дома. И тогда есть смысл госпитализировать. В крайне тяжёлых случаях, да, ничего страшного в этом нет. Прибегнуть к помощи, чтобы через посредника. Да, да, да. Хорошо, спасибо. Ещё есть о взаимоотношениях родителей и детей вопрос. Девушка спрашивает, ей 21 год. Я ребёнок от первого брака, моя мама второй раз вышла замуж, родила сестру и теперь везде и всюду записывает меня в няньки. Я не хочу, но не могу ей противостоять. Она меня содержит, и я пока нахожусь под её таким вот, под её опекой. Первое, что здесь стоит понимать этой девушке, что пока она находится на содержании мамы, мама вправе определять большую часть её распорядка, её обязанностей, как-то ограничивать её права. Увы, от этого никуда не деться. Поэтому ей полезно вырастать, брать самостоятельность в свои руки, отделяться от мамы, жить так, как она хочет. Первое. И второе, что здесь можно ей порекомендовать. Ну, только я хочу, чтобы она понимала правильно, не с сарказмом, не с таким, знаете, не с иронией. Понимать, что мама, привлекая её к уходу за малышом, хотя бы в чём-то делает полезное дело. И ей полезно об этом маме говорить и благодарить, и говорить спасибо, что даёшь мне такую возможность. Я получаю полезный опыт, я со своими малышами буду справляться проще. Напоминать об этом возможно. Это поможет маме услышать, увидеть себя немножко по-другому и что-то пересмотреть. Я бы особых надежд на это не делал, но всё равно этот шаг может быть очень полезен. Вот так. Спасибо. Да, даже когда она будет сама это что-то делать, хотеть, может, у мамы даже какая-то ревность, что она много так делает. Да, мы не будем объяснять динамику, но вот сделает она так несколько раз, искренне от души поблагодарит, может быть, что-то изменится. Пусть проверит. Все вопросы такие хорошие, за каждым вопросом целая история. Какая внутренняя динамика за каждым вопросом, столько всего. Да, и хочется все задать. И вот про отношения партнёрские. Перейду от детей и родителей. Женщина спрашивает ей, 37 лет, мужа не слышу совсем. Вот он мне что-то говорит, 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 я отключаю звук, не специально. И так много раз происходит. Он психует, мне смешно. Он, видя мою реакцию, бесится, иногда до абсурда доходит, но она себе признаётся, что когда он бесится, она испытывает некое удовольствие. Вот. Вот. Отличный вопрос. Ну, давайте начнём с того, что периодически жена не слышит мужа, муж не слышит жену. Это нормальная ситуация вообще для всех пар. Для всех так и должно быть. Потому что вырабатываются и некоторые защитные механизмы, чтобы информацию фильтровать. И дети, кстати, тоже так делают, когда родители что-то говорят, они могут честно, преданно смотреть в глаза, кивать вовремя, ну, в такт разговору, в такт дыханию, делать вид, что они всё понимают, но пропускать мимо ушей. Защитный механизм психики. Фильтровать и отбрасывать мимо себя. Это раз. Второе. То есть, есть коммуникация между мужем и женой. Вот она как, он как-то себя ведёт, она как-то себя ведёт, и на выходе мы получаем, что он злится, а она получает от этого удовольствие. То есть, что бы там ни происходило, один из основных постулатов в НЛП какой? Смысл коммуникации заключается в той реакции, которую мы получаем. То есть, получается, что она хочет удовольствия за счёт его злости. Поэтому, если ей эта ситуация не нравится, она может об этом сказать прямо. Знаешь, что, вот ты мне сейчас говоришь, я тебя не слышу, я вот хочу, чтобы ты позлился, а я над тобой посмеюсь, ну, или просто посмеюсь над этим. Она сделает так несколько раз, и коммуникация у них изменится. Супер. И, возможно, это приведёт к некоторым другим последствиям. Но такие случаи у меня в практике как-то были, ну, пусть они откроют это для себя сами. Спасибо. Я напомню, что вопросы я собирала на свой аккаунт в Фейсбуке, и какие у нас продвинутые слушатели, вот они сами даже видят, где эта зацепочка-то, что женщина 40 лет, говорит, не так давно разорвала отношения с мужчиной из-за того, что он стал невнимательным ко мне, теперь она жалеет об этом. Что же делать? Есть ли смысл вернуться в те прежние отношения? И как мужчина воспринимает ту женщину, когда она возвращается в отношения? И вообще здесь вот в этом вопросе такая тема ещё витает, почему мужчина как-то охладевает в процессе того, как отношения развиваются? Разве только мужчина? Это нормально? И что с этим делать? Это нормально. Мы же уже говорили несколько раз, что в отношениях есть динамика, что начальная фаза отношений, когда страсть кипит, когда фильтры восприятия устроены так, что мы видим только позитивное в партнёре, партнёр кажется воплощением всех достоинств на земле. А потом у нас меняется состояние и гормонального фона, и нейромедиаторного фона, меняются фильтры восприятия, мы начинаем воспринимать человека более реально. Естественно, мы никогда до конца не видим реального человека, всё равно мы какие-то провекции на человека размещаем, у нас есть свои внутренние искажения, но тем не менее, да, более трезвое восприятие есть. И страсти становится меньше. Это не только у мужчины, это у женщины. Нормальный динамик отношений. Возвращаться ли в бывшие отношения? Возвращаться ли в бывшие отношения? Тут очень хороший вопрос. Я расскажу про разные варианты, но, наверное, это уже после рекламы, да? Смотрим. Продолжение следует...